приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и сегодня на 2 июля 2020 года 2020 года что-то не по-русски стало говорить ну бывает такое с утра может не проснулся еще так вот что же сегодня такого интересного будет я не знаю что сегодня интересного будет точнее знаю давайте сделаю небольшой спойлер сегодня у нас будет суд суд в краснодаре по жилому комплексу море видова поэтому завтра вполне возможно я вам дам либо хорошие новости либо плохие новости надеюсь что будет хорошие новости ну а сегодня давайте посмотрим что же такого интересного есть на трассе в сторону сочи образовались огромнейшие пробки а все почему потому что у нас те обещанные надземные пешеходные переходы которые обещали сделать так и не сделали и соответственно когда вы проезжаете такие участки как например те же самые например лоу там вардоне где очень много людей приезжает отдыхать и они идут медленно не торопясь по пешеходному переходу воткнувшись вот так вот телефон это кстати ненавязчая реклама nokia ой ненавязчая реклама iphone 11 вот так вот воткнулись телефон и само собой разумеющийся с этого образуются пробки именно поэтому лишний раз я не хочу ехать куда все правильно лазаревская потому что сейчас доехать до лазаревская это просто напросто наказание и вы это сами прекрасно понимаете ну да ладно скандальная история с проездом в огурское ущелье получил продолжение в общем быстренько у нас прошел суд суд сказал что данный шлагбаум незаконный в общем как-то не то пытается те свою очередь у поставил шлагбаум мы вот поставим заплатили аренду мы взяли в аренду в общем как там все бодается 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 но решение суда есть что проезд должен быть бесплатный спокойный с начала года в россии выписано более 40 миллионов штрафов за превышение скорости фу блин все значит легче стало а то думаю у меня за за год получается ну не за год вот вот за этот год у меня 256 штраф я уже знаете уже переживать начну может быть я один думаю дебил который не умеет ездить и все оказывается нас много но ничего страшного наверное не просто знаете у меня даже все последние мои штрафы они почему-то все без фотографий просто плачу может быть даже штрафы не мои ну как бы знаете там приписка приписка знаете ответ от сочинской камеры мама и клянусь ты нарушил вот плачу плачу еще раз плачу ладно бывает сам виноват можно конечно ездить со скоростью 40 км в час но тогда я ничего не буду успевать 3 июля возглавляет возглавляется движение ласточек между сочи и краснодаром вода то сам полноценная ласточка потому что свое время нас был ремонт железнодорожных путей и теперь есть не ошибаюсь два раза в день это в 6 часов 6 утра сочи и еще хоть 6 утра точно знаем может тебе спокойно поехать на хорошем комфортном поезде в краснодар но это это правда 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 еще раз правда следующий момент количество скончавшихся от коронавируса в сочи достило 15 человек ну все они у нас были 65 плюс сразу скажу и у всех у них была целая куча венерических нет венерических целая куча бы был хронических болезней поэтому ну не знаю короче не знаю московскому динамо разрешили выставить основной состав на матч с футбольным клубом сочи поэтому сочинскому клубу наступает армагедец и апокалипсец сочинскому загсу исполнялось то есть исполнился исполнялось опять не по-русски исполнилось уже знаете сколько знаете взяти рассказать что ли сто лет сто лет ребят сто лет как говорил мой папам женишься можешь мой сын и поймешь что такое счастье но будет уже поздно ну так вот всех поздравляю ну я скажу так вот сочинские загс он мягко говоря страшненький вот я там был внутри у меня приезжали людям хотели по-быстрому пожениться не поженили бывает мишустин распорядился поднять оклады силовикам и военным серьезно а где врачи где педагоги ну да ладно значит наверное что-то нас ожидает наверное все таки провалили согласование по конституции и теперь хотят как бы замотивировать себе военных поэтому им и поднимает потому что не за все таки военные да это сила судя по военной ипотеке ты прекрасно понимаешь что как бы ладно не буду этим говорить просто все очень не хочу обижать военных особенно не военных а вот именно вот эти вот которые у них отвечает там непонятно за что наверное сроспотребнадзор там у них работает которые непонятно что творят и так далее поэтому не будем на эту тему слишком сильно разговаривать ну что товарищи педагоги и врачи видно военные нужны нам здесь больше чем вы бывает же такое поэтому педагоги продолжаем сосать лапу медики я даже не знаю чем должен заниматься медики конечно хочется все перевести в шутку ну да шуток я считаю что есть уж поднимаете зарплату то и медикам и педагогам тоже нужно поднимать конечно там у нас медведев советовал да кто был домишусь иногда был медведев у всех у них какие-то фамилии прикольные и он советовал идти в бизнес но я не знаю если каждый каждый педагог пойдет в бизнес то что у нас останется и так нас сейчас образование хромает на две ноги а будет еще страшнее ремонт дорог в сочи выполнен на сто процентов это прекрасно количество заболевших коронавирусом сочи превысило 500 человек сочи от коронавируса скончался 50-летний мужчина как раз продолжение до разговора на счета после положительного результата на коронавирус 50-летний мужчина был доставлен горбольницу номер пять не больничный двухсторонней пневмонии пациент также страдал гипертонической болезни сахарным диабетом ну да вот у всех сахарный диабет и вот них почему-то одно и то же горполиклиника сочи получила уникальный передвижной медицинский комплекс блин фотографии прикольно надо загуглить ну все ребят на этом все да кстати еще кто не знает 20 числа у нас создается полностью жилой комплекс кватором поэтому настраивайтесь те кто покупал квартиры что в промежуток времени с августа по октябрь вам будет выдаваться ключи соответственно вы сможете свою очередь зайти на ремонт если кто-то еще не зашел и так далее но и конечно же ценник в разы станет выше поэтому кто-то покупал если квартиру с целях инвестирования ну вы молодцы как бы там немножко подождать и все будет у вас отлично сможете продать сможете заработать кстати если вы продаете квартиру жилом комплексе кватор обращайтесь помогу вам перепродать потому что очень много спрашивают просто спрашивать квартиру основном либо 28 и 9 либо 36 квадратов 50 квадратов спрашивать меньше потому что люди все наивные думают что они 50 квадратов догомыси могут купить за 5 миллионов рублей нет не могут купить 50 квадратов за 5 миллионов рублей сто процентов поэтому обращаемся помогу вам продать с большим удовольствием ну и сегодня давайте посмотрим что мне там написал помощницам и я скажу что же сегодня такого интересного сделаю что же мне нужно с такого интересного сделать ночь это гранд-парк снять 6 объектов 1300 офис сделка по высокогорный аэропорт 1635 еще серьезно что ли прикольно в общем сейчас попробую по-быстрому вам сегодня заснять и дома хочу вам сегодня заснять и квартирки интересные вот в адлере я видел квартиру за 300 миллиона рублей 40 квадратных метров но такая прикольная квартира с ремонтом представляете себе с ремонтом в адлере на гастелло квартира 40 квадратных метров статус конечно жилое помещение там есть прописка есть все но в целом не вчера эта квартира понравилась поэтому поэтому сегодня я постараюсь все это для вас заснять плюс предложили пару домиков интересных плюс все-таки проеду я у нас жилой комплекс урожайной это к той же поселок веселом потому что там сейчас цена немножко весь по акции да там немножко с них снижена обязательно нужно тоже его за заснять но вот как бы так ребята как бы как бы как бы так ну и теперь заключение что еще хочется сказать что ты хотел сказать я же не помню ладно вспомним мальчишка для тех кого раздражает мой голос для тех кого раздражает моя морда лица я тебе сделал подарок серьезно я записал вчера смонтировал восемнадцатиминутный видеоролик где нет моей морды лица даже намека на моей морды лица нет сейчас как только ты досмотришь эти новости через пять минут появится красотка сочи такое будет название такое нестандартное и вы сможете посмотреть сочи изнутри олимпийский парк горы всякая всякая фигня вот такая вот такая вот такая вот такая и там будет просто музыка для релакса и просто будет все то что я снял вот тут своими ручками там своими камерами все что и намонтировал материала было очень много примерно на примерно 140 часов но я все это уложил 18 минут д д д д поэтому вот в этом сможете уже смотреть и те риатора которые 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 сами ленятся это что сделать они смогут что сделать чтобы мальчишка правильно взять скачать и просто-напросто отправлять своим клиентам просто блин под посмотрите вот вот разве вам не хочется переехать в этот прекрасный город посмотрите потому что там даже на секунду я нигде не появлюсь специально сделал ну если честно это делал больше для своих коллег просто решил помочь просто входили в поход я понял что очень много там интересных у нас людей хороших все я для них делал ну и решил себе тоже выложить там нету спереди не название не конца ни по приветствия ни прощания ничего но были для тех людей которые раздражает моя морда лица тем более обгоревшая морда лица с обгоревшим носом я думаю вам будет приятно посмотреть поэтому приятного просмотра обязательно посмотрите все ну и сегодня сегодня я сниму также свои квартиры без своей морды лица вы просили риэлтора просто сниму там у нас как как все снимает от молча да потом подпишу эта комната это санузел нужно будет мне снять квадро мелодии леса и жилой комплекс радужный потому что там вроде знаете тот случай когда люди у нас интересные люди интересные люди готовы покупать через риэлторов на 500 тысяч дороже на 600 тысяч ну так только только какую цену ставит поэтому сейчас видеоролики все свои квартиру убираю и быстренько надо мне какую-нибудь из трех квартир продать а лучше продать все три почему все три потом узнаете как только то как только продам в общем как бы так ну и как раз сегодня мне нужно везде там ноги накинуть цену чтобы везде она фигурировала одинаково и у меня и не у меня и все ну и в общем как бы сделать правильный шаг и вот сделать видеоролики тоже без моей морды лица суп такой все красивый все просто не мы презентационные ролики и в роли ролики нужно будет это загрузить на яндекс диск и уже там уже были смогут спокойно брать потому что потому что хочу привести аферу века просто так мне не сидится на месте и кто-то скажет вот и там то все ребят вы заметили у меня даже машин то больше чем полтора года не задерживается а так обычно привык машин менять раз в год вы думаете с квартирами у меня другая ситуация с квартирами то же самое ну пожил в мелодии леса три года все хватит надоел хочу что-то другое хочу то же самое то что же самое про жилой комплекс радужный кстати ребят наконец-то тоже я вам скажу я сегодня забираю выписку и наши 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 все соседи единственный из четырех домов единственный из четырех домов единственный из четырех домов этот третий дом где мы взяли скинулись не буду вы такой сумме по нормальной такой сумме скинулись нормальной такой сумме ну прям нормальный и знаете что мы делали мы взяли и вышли с долей это были доли и сейчас у нас первый дом 2 и 4 это доля там кто покупал меня знает третий дом это простое обычное жилое помещение а могли перевести в квартире но он бы то стал псевдо квартирниками и тогда вполне возможно что такое сооружение могли из нисти какие ты не феник же кам Chief а теперь это у нас обычно жилое помещение как жилой комплекс класабланка как жилой комплекс мелодия леса как жилой комплекс карат как жилой комплекс не за этом ну как жилой комплекс бевumbling hills который стоит под 80000 за квадратный метр в черном варианте это у нас простой обычное жилое помещение теперь проходит ипотека нескольких банков есть у нас адрес в принципе все есть единственное что мы еще не разделили счета на воду так как бы пока еще такой-то общий там сейчас управляющей компанией оплата сейчас через воду но на воду разделим счета и уже можно спокойно все но как бы как будет как мелоделец а пока еще не успели разделить потому что для раздела нужно было выписку но это займет в течение месяца скорее не больше поэтому можете поздравить мы ушли отдалей и теперь радужный это полноценное жилое помещение с пропиской где при продаже не нужно брать согласие где не нужно брать право там не за этом отказ от преимущественной покупки просто обычное жилое помещение поэтому если вдруг кто-то из застройщиков не может там тянет время с документами я могу сказать что это он специально сам тянет потому что мы например смогли это все делать в течение месяца до заплатили там скажем немаленькие деньги но она того стоило ребят мы ушли отдалей это полноценное жилое помещение вы может было перевести в квартирник цена была бы точно такая же но когда ты перевозишь квартирник ты отдаешь землю муниципалитету а те в свою очередь уже могут творить все что угодно поэтому предпочли чтобы была земля в собственности просто те люди которые бестолковые но бывают такие люди которые смотрят меня которые не знают что такое жилое помещение значит такой доли не знает что такое квартира не знает что у нас носит я рекомендую посмотреть предыдущие видеоролики но скажу одно ни одно жилое помещение в сочи не снесли сносит псевдо квартирники но при этом люди боятся покупать жилые помещения и готовы покупать псевдо квартирники где они сделки на регистритор с реестром а потом свою очередь остаются у разбитого корыта вот как бы так ребят в общем вам всем хорошего настроения вам всем добра и пока